Область исследования. Малый таз. Исследование выполнено в режимах Т1В, Т2В, СТИР, ДВИ. Исследование выполнено в AX-SAC корп проекциях. Контрастное усиление не проводилось. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрична. Отмечается пролапс органов малого таза, мочевой пузырь, шейка матки, прямая кишка до 62 мм. На фоне выраженного количества жидкостного содержимого в полости малого таза визуализимые отделы прямой сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямокишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия включений. По убрюшине визуализируются мягкотканные очаги с признаками ограничения диффузии. В области маточно-прямокишечной ямки размером 28х23х18 мм. По правой боковой стенке размером 27х9х6 мм. По левой боковой стенке размером 21х17х14 мм. И диаметром 8 мм. По задней стенке размером 23х20х17 мм. Кпереди от матки кистозно-солидный очаг размером 34х20х11 мм. Мочевой пузырь слабого наполнения пролоббирует через нижнюю апертуру таза. Контуры четкие и ровные на всем протяжении. Стенка 1-3 мм. Содержима однородной структуры визуальной интенсивностью сигнала, соответствующей жидкости. Пара визикальная клетчатка дифференцирована. Матка. Положение анвертисио. Нонфлексио. Форма обычная. Размером 62х58х40 мм. Контуры четкие и ровные. В передней стенке определяется интрамуральный миоматозный узел размером 40х38х30 мм. Полость матки расширена до 7 мм. Более вероятно за счет жидкостного содержимого. Шейка матки не увеличена. Цервикальный канал сомкнут. Правый яичник размером 45х20х16 мм. Содержит жидкостные структуры размером до 6 мм. Левый яичник размером 25х10х9 мм. Убедительных данных за лимфодонопатию в области сканирования не получено. Заключение. МР-картина канцерматоза брюшина свободной жидкости в брюшной полости и малом тазу. Миома матки. Серами трот. Паралапс органов малого таза. МР-признаки образования правого яичника для уточнения рекомендовано до обследования с контрастным усилением. Консультация онколога. Таким образом, благодаря МРТ была обнаружена первичная опухоль, источник канцерматоза брюшины. Проведение МРТ-сканирования с контрастом позволит более точно и полно выявить очаги метастатического поражения органов малого таза, в том числе и малые очаги, невидимые при исследовании с контрастом. Такой пациент нуждается в лечении в специализированном онкологическом учреждении. МРТ-сканирования МРТ-сканирования Субтитры создавал DimaTorzok